На ходу теряя номера в лес убежали 14-летние мальчишки и девчонки. Их старт самый массовый. Правда, еще до начала забега все в голос твердили. Главное не физика, а мозги. Скажи, пожалуйста, что важнее, быстро бегать или хорошо думать? Хорошо думать. Какой у тебя план? Как будешь выигрывать? Буду бежать за соперниками и буду спрашивать у всех, где пункты. Так, конечно, первое место не набегать. Российский азимут. Эти соревнования проходят по всей стране. Название выбрано не случайно. Ориентирование и азимут – это слова близнецы, братья. Азимут в ориентировании – это самая главная вещь. Азимут – это угол, направление между севером и прямой, на которую мы идем. В легкой атлетике человек бежит впереди, это понятно, что он лидер. А тут один побежал направо, а ты побежал, куда тебе бежать, ты не знаешь. Ты вот как в жизни, ты должен сам выбрать свой путь, подумать и выбрать. Это достаточно сложный вид спорта. Это помимо того, что ты бежишь, это физическая нагрузка. Но ты должен еще умственно думать, чтобы читать карту, правильно пользоваться компасом. Шахматы в лесу, так скажем, да, только с применением еще бега, конечно. Ну что, потерялись? Нет. Понятно, что на карте-то нет? Да. Если очень долго бродить по лесу, то кроме прекрасных видов, багульника и подснежников, можно найти вот такие пеньки. Ребята, отмечайте, это место паломничества всех ориентирщиков. Здесь они отмечают, какие контрольные пункты прошли. Как успехи? Нормально. Сколько прошел уже? Шесть. Для нас нормально, мы первый раз. Первый раз? Да. Тяжело бегать в лесу? Да, в гору особенно. Запыхались уже? Да. Я не побегу дальше? Нет. Ну и у одного из контрольных пунктов нам удалось выяснить немало интересного. Например, на то, чтобы собрать контрольные точки, дается один час. Что все их оббежать для первого места и не нужно. 14 кп. Лучше собирать вот эти, которые ближе всех. На Нагоре вообще не бегать. Потому что здесь тяжело забираться, и тут всего лишь 7 кп в общем. Так ты вообще за ними не пойдешь? За этими семью не пойду. А для того, чтобы доказать, что ты был на месте, нужно пробить на мини-степлере свой листок с маршрутом. Скажите мне, а подделать-то можно самому такие дырочки? Нет, в голове нельзя. А как это они поймут, что это я не сама иголкой натыкала? А здесь, видимо, дырочки везде разные. И пока одни в попыхах собирают контрольные точки, другие считают, что главное не потерять пару. Тем временем на финише уже регистрируют время, а главное считают, все ли дети вернулись. Ну что, как настроение? Отлично. Что-то ты смотрю, весь красный. Ну, быстро бежал. Ну, как удалось, как запланировал или плоховато выступил? Ну, относительно плохо. А почему? Что случилось? Запутались. Удивительно, но в ориентировании даже проигравшие никогда не грустят. Пробежка по весеннему лесу творит чудеса с настроением. В этом году в российском Азимуте приняли участие почти тысячи человек со всей Бурятии в пяти возрастных группах. Алифтина Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня.